Что такое холестерин и нужен ли он организму? Что влияет на уровень холестерина в крови? Какие напитки помогут снизить концентрацию холестерина? Смотрите видео до конца, чтобы разобраться в том, какой холестерин надо понижать. Пока видео загружается, хотим всем сказать спасибо за то, что посещаете наш канал и пригласить подписаться на него, ведь мы работаем, чтобы окрепло ваше здоровье. Холестерин – это название жиросодержащего вещества, просто стало нарицательным в проблемах со здоровьем, при сосудистых нарушениях, заболеваниях сердца. Но правда ли это? Так уж плох холестерин, какую функцию выполняет он в организме? Давайте разбираться. Что такое холестерин и нужен ли он организму? Холестерин – это вещество, которое синтезирует организм для того, чтобы правильно работали все клетки. Ведь именно холестерин является основой всех клеточных мембран, он способствует усвоению витамина D и играет важную роль в синтезе половых гормонов. Участвует в образовании желчных кислот, которые входят в состав желчи. Большая часть холестерина образуется в печени, но еще это вещество синтезирует кожа и кишечник. Частично холестерин поступает с продуктами питания. Чтобы транспортироваться по всему организму, холестерин образует соединения с белками, которые бывают двух видов. Одни низкой плотности, другие высокой. Так называемый плохой холестерин – это ЛПНП, липопротеины низкой плотности. Именно эти соединения образуют на стенках сосудов атеросклеротические бляшки. Другое соединение – это ЛПВП, липопротеины высокой плотности, которые препятствуют сосудистым изменениям и, соединяясь с ЛПНП, транспортируют его в печень для переработки и выведения из организма. При нормальной работе обмена веществ в крови должны присутствовать оба вида холестериновых соединений. Поступающий из продуктов холестерин плохо усваивается кишечником, поэтому не играет особой роли в концентрации вещества в крови. В печени происходит повышение интенсивности образования холестерина из жиров, которые поступают с пищей, поэтому именно жирная пища может провоцировать образование атеросклеротических изменений в сосудах. Что влияет на уровень холестерина в крови? Уровень холестерина – это концентрация этого вещества в крови. При лабораторных исследованиях определяют концентрацию как общего холестерина, так и его фракций – ЛПНП и ЛПВП. На уровень холестерина крови влияют питание, как мы уже говорили, жирная пища приводит к повышению уровня холестерина, поскольку стимулирует образование его в печени. Холестерин образуется в избытке при заболеваниях почек и печени, сахарном диабете, гормональной дисфункции, патологии щитовидной железы на фоне приема некоторых препаратов, кортикостероиды, анаболики. Отмечается и генетическая предрасположенность к высокому холестерину, такие состояния так и называются – семейной гиперхолестеринемией. При повышении уровня холестерина в крови рекомендуется отказаться от жирной пищи, употребления полуфабрикатов, фастфуда. Есть продукты, способные повысить активность метаболизма, повлиять на обмен жиров и тем самым снизить уровень гиперхолестеринемии. К таким веществам относятся овощи, фрукты, крупы. Есть и напитки, которые помогают бороться с избытками холестерина в крови. Какие напитки помогут снизить уровень холестерина в крови? Чтобы значительно уменьшить риск сосудистых нарушений с целью профилактики атеросклероза, следует ввести в свой рацион следующие напитки. Имбирный чай – это настой из корня имбиря, который следует потреблять несколько раз в неделю. Имбирь оказывает стимулирующее действие на все виды обмена веществ, в том числе и на обмен жиров. Он способствует выведению холестерина и снижению уровня триглицеридов, повышает активность печеночных клеток, обладает желчегонным эффектом, приводит к очищению от шлаков и токсинов. Все это способствует понижению уровня циркулирующего в крови холестерина. Вишня, вишневый сок помогают избавиться от высокого уровня холестерина в крови, а значит является профилактическим средством атеросклероза. Наличие антиоксидантов, витаминов, минералов, глюкозы и клетчатки делает ягоду просто необходимой для совершенствования обмена веществ, стимуляции расщепления жира. Применение сока вишни, который имеет все полезные качества ягоды и хорошо усваивается в кишечнике, способствует понижению уровня холестерина в крови. Только сок надо делать в домашних условиях, он не должен содержать консервантов и других вредных примесей. Соки, полученные при переработке ежевики, малины, черники и клубники, обладают возможностью понижать уровень общего холестерина в крови, вслед за которым пойдет вниз концентрация и плохого, а именно ЛПНП. Применение ягодных соков стимулирует повышение активности обмена веществ, приводит к восполнению минерального и витаминного состава, делает сосуды более мягкими и эластичными. Что вместе со снижением концентрации холестерина приводит к улучшению реологических свойств крови? Участки ишемии в головном мозге и миокарде не образуются. Зеленый чай, этот напиток из листьев чайных кустов, не прошедший полной ферментации, обладает более активными свойствами, вмешивается в обмен жиров, помогает убрать избытки холестерина как у людей с нормальной массой тела, так и у тех, кто страдает ожирением. Зеленый чай просто вымывает холестерин из кишечника, полностью блокирует возможность его усвоения в желудочно-кишечном тракте. Применение этих напитков благоприятно воздействует на общее состояние организма, стимулирует метаболизм, повышает текучее свойство крови, снижает уровень холестерина. Это профилактика атеросклероза, обменных нарушений метаболического синдрома. Вместе с лишним холестерином из организма уйдет вероятность сосудистых нарушений. Эти натуральные средства не оказывают отрицательного воздействия на печень, как некоторые холестерин, понижающие препараты. Природа дарит нам средства для профилактики атеросклероза, надо только правильно и своевременно воспользоваться ими.